Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава Евангелия от Марка, я читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод. Вот это глава про вход в Иерусалим и про конфликт с традиционной религиозностью. Вот такая неожиданная вещь, да, то есть он входит, Иисус входит с учениками в главный город для иудеев, для израильтян, приближается к храму, и оказывается, что это ситуация конфликта, а не триумфа, не принятия, а спаривания. А когда они уже подошли к Иерусалиму со стороны Вифаги и Вифани, что и Леонская гора, и Леонская гора — это масличная гора, так переводится ее название, с восточной стороны Иерусалима, «Он посылает двух своих учеников и говорит им, ступайте в это селение напротив, как только в него войдете, найдете привязанного осленка, на которого еще никто не садился, отвяжите его и приведите, а если кто из вас спросит, что это вы делаете, скажите, что нужен Господу, и скоро он его вернет». Такое странное действие, да, угнать осленка для начала. «Ничего себе. Они отправились туда, нашли осленка, привязанного снаружи, у дверей на улице, и отвязали его. Некоторые из тех, кто стоял неподалеку, спросили их, что это вы отвязываете осленка? Ну, правильно люди интересуются, пришли чужие люди, отвязывают чужого осленка?» Но ученики им ответили, как сказал им Иисус, и те отстали от них. «Приводят они к Иисусу осленка, кладут поверх него свои плащи, а он сел сверху. Многие люди выстрелали дорогу перед ним своими плащами, а другие срезали в полях зеленые ветви. Те, кто шел перед ним, а те, кто шел позади, восклицали, асанна, благословен, кто приходит во имя Господне». Асанна — такое восклицание, которое обозначает прославление, да, «помилуй нас», если буквально, или «спаси нас». И получается, что вообще вся эта сцена нужна как раз для такой картины. Иисус на осленке въезжает в Иерусалим. Почему на осленке? Ну, есть пророчество, хотя оно здесь не приводится. И, тем не менее, оно было широко понятно и известно. «Царь, который грядет на осле». Почему на осле? Потому что на коне грядет завоеватель. Военный такой герой. А осленок — это мирное существо. И вот такой простой царь, который въезжает, но он царь, поэтому он на осленке, на котором никто не ездил. И это торжественный вход в Иерусалим. А так, ну что ж, просто входит в Иерусалим. Вот опять, хочешь — увидишь это, не хочешь — не увидишь. Нет никакого насилия, нет принуждения в этой вере. Он вошел в Иерусалим, в храм, и все там осмотрел, а когда настал вечер, вернулся в Вифанию вместе с двенадцатью. Да и ночует не в Иерусалиме, как царю следовало бы, да, не требует себе дворца, а там в пригородном селении. Заодно и осленка, наверное, вернули. А когда следующим утром они вышли из Вифании, уже пешком идут, вот торжественный вход состоялся, он не требует, чтобы это было постоянно. Вот это был символический акт, да, а так он как простой пригородный житель, как простой крестьянин приходит в Иерусалим. Но приходит каждый день. А когда утром они вышли из Вифании, он ощутил голод. Получается, даже не позавтракали, вот не покормили их, что ли. Да вот совсем непритязательный быт, да. Увидев издалека смоковницу с листвой, смоковница или инжирное дерево у нас по-разному называют, он подошел к ней, не найдет ли на ней плодов. Но когда к ней подошел, то не нашел ничего, кроме листьев, ведь для смог в ней настало еще время. Вообще-то весна, какие плоды? Они бывают в конце лета осенью. Странно. Почему он ждал плодов весной? А может быть по той же причине, по которой воскресали мертвые, исцелялись больные. Вот приходит Мессия, и природа меняется, она становится для человека идеальной. Да и пророчества разные были, которые предполагали, что приход Мессия означает процветание, при котором урожай будет бесконечно. При котором с моковыми, вот этими инжирными плодами можно будет лакомиться круглый год. Это действительно очень вкусные плоды. И тогда он ей сказал, отныне и вовек никто не вкусят твоих плодов. И это слышали его ученики. А нет ли здесь еще и символического смысла? Смоковница — это такое не просто мессианское дерево, когда каждый сидит под своей смоковницей. Но смоковница, как и виноградная лоза, это еще и образ самого Израиля. То есть он приходит к своему народу в ожидании плодов от своего народа. Хотя не время, народ не ждет этого сейчас. Но присутствие Мессии в время становится относительным. Оно как бы упраздняется в календарном смысле. Оно становится мессианским, оно становится концом времен. И не находит плодов. И говорит такие слова. Никто не вкусят твоих плодов. Так они приходят в Иерусалим. Войдя в храм, он там вчера уже был. Но вчера он был как царь, а сегодня он приходит как простой паломник. А ведет себя наоборот как царь. Он стал гнать оттуда тех, кто занимался в храме торговли, и продавцов, и покупателей. Он перевернул столы денежных, менял, и лавки тех, кто продавал голубей. И приносить какой-либо груз через храмовый двор он не разрешил. Но храм это главное градообразующее предприятие Иерусалима. Там одновременно экономический центр. В частности, деньги меняют, потому что приезжают паломники из разных стран. У них свои деньги. А в храме принимают только местные. И значит, нужно поменять свои деньги на те, которые будут приняты. Голуби – самая маленькая животная жертва, которая приносится. То есть такие мелочи, казалось бы. Но где-то, наверное, и бараны продавались. И вообще храм занимает важное место в центре города. Поэтому проще пройти через храмовый двор. Кому там надо перенести тюк материи или мешок зерна из одной части города в другой. Проще всего через храм. И он это все прекращает. Всю эту хозяйственную бурную деятельность. Получая их такими словами. Разве не написано, что дом будет назван домом молитва для всех народов? А вы превратили его в разбойничью пещеру. Почему в разбойничью пещеру? Ничего плохого там не сказано. Что они какой-то гадостью занимались. А просто нормальная экономическая деятельность. Хозяйственная. Но экономическая деятельность – это что? Это значит, вот мне нужно заработать, и я делаю то, что я делаю. Продаю там, меняю, несу и все такое прочее. А храм – это для Бога. Вот это что-то такое, что человек не для своей выгоды, а только для того, чтобы отдать это Богу строит. Его услышали первосвященники и книжники и стали думать, как бы его погубить. Они его боялись. Ведь весь народ удивлялся тому, как он учил. С чего бы погубить? А вот ровно тогда, когда он нарушает их храмовые порядки, ведь наверняка же доход, какая-то существенная часть отходила священникам, книжникам, да, то есть тем, кто, собственно говоря, этот храм как бы в аренду сдавал, менял им, продавцам и всем прочим. Это их доход. И тут вдруг он все это дело прекращает. Как? Что за безобразие? Кошмар. Прибыль. А когда настал вечер, они вышли из города. Вот они ночевали каждый день за пределами Иерусалима. Почему? Неужели в Иерусалиме места бы им не нашлось? Там люди встречали его пальмовыми ветвями. Но, может быть, Иерусалим не готов. А может быть, он не хочет, опять-таки, навязывать свое царское достоинство и живет очень так скромно. Вот они ходят утром и вечером. И, проходя мимо той же смоковницы, что и утром, увидели, что она засохла от самых корней. Петр, вспомнив о ней, говорит ему, смотри, рови, смоковница, которую ты проклял, засохла. И Иисус им сказал в ответ, верьте Богу. Аминь, говорю вам, если кто скажет этой горе, поднимись, рухни в море, и в душе не усомниться, но будет верить, что его слова сбудутся, так и выйдет. Потому вам, говорю, все, о чем молите и просите с верой, все получите. Что получите, будет вам дано. И когда стоите на молитве и прощаете тем, на кого держите обиду, тогда и Отец ваш на небесах простит вам ваше согрешение. То есть, смотрите, это не повод сказать, вот они плохие, меня не приняли, я их за это тоже накажу. Это повод сказать, это сила веры. Прося, вы получите, если будете просить с верой. Потом у Павла это разовьется в учении о спасении верой, но это учение в зернышке уже есть здесь. То есть, человек обретает эту благодать от Бога только по своей вере. Одно условие – прощайте, прощены будете. Как в молитве Господней, которую Марк не приводит, только Матфея немножко в ином виде Лука, но оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Вот так и здесь. Потому что нет человека, которому отцу нечего было бы прощать. И значит, способ попросить прощения – это простить самому тем, кто должен тебе. Снова приходят они в Иерусалим. Пока он ходил по храму, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины. Вот элита, руководители, власть и знатоки, и священнослужители, и говорят ему, по какому праву ты делаешь такое? Кто дал себе власть так поступать? Их интересует вопрос о власти. Их не интересует это правда, это неправда, это богоугодно, неугодно. Их интересует, кто здесь распоряжается. Здесь распоряжаемся мы. У нас здесь все свое, у нас здесь все поделено, у нас здесь распределены полномочия. Приходишь ты и все нарушаешь. Давай предъяви свои полномочия. Вот был эпизод, где они требовали знамени с небес. Ну, очевидно, тоже как доказательство, справка такая от Бога. Интересно, что Иисус не уклоняется от ответа, но и не говорит на их языке. Иисус ответил им. Я вас кое-чем спрошу, вы мне ответите, я вам скажу, по какому праву я делаю такое. Когда Иоанн крестил, это было по воле неба или по человеческой воле? Ответьте мне. Иоанн, креститель которого почитает весь народ, он сам придумал, это такая фантазия ему в голову пришла, или это Бог его послал. А ведь за этим ответом последует очень много, потому что если Иоанн, крестил по воле Божьей, то Иоанн подтвердил то, что Иисус есть Мессия. Иоанн, собственно, был первым, кто это начал. Иисус лишь продолжает то, что делает Иоанн. Значит, надо сказать, это все была ерунда, это все Иоанн сам придумал. Все стали рассуждать между собой так. Если скажем, что по воле неба, он ответит, что же вы ему не поверили. А если, скажем, по-человечески, все же они боялись народа, потому что все считали Иоанна настоящим пророком. Их не интересует правда. Их интересует выгодная риторика. Вот их интересует такой ответ, который выставит их в хорошем свете. Так что они ответили Иисусу так. Мы не знаем. Иисус говорит им тогда, и я не скажу вам, по какому праву делаю такое. Во-первых, вы не хотите мне отвечать, и я не стану отвечать вам. А во-вторых, если вы не знаете, вы учители, вы наставники, вы пастыри народа, и вы не знаете от Бога или не от Бога нечто очень важное, что касается всех. Какие же вы тогда наставники? Тогда о чем с вами разговаривать? Вы просто коммерческое предприятие, которое использует территорию храма для извлечения прибыли. Зачем с вами тогда о чем-то духовном разговаривать? Понравится ли это им? Ой, нет. Он как бы не ищет конфронтации, но не уклоняется от нее. И отвечает, вот смотрите, без каких-то личных нападок, без каких-то злобных обзывательств, но так, что прямо вот не остается никакой авторитета за этими людьми, не остается никакой возможности игнорировать то, что он сказал. И это ведет все окружающие. Ну, а что Иисус стал говорить дальше, и каким образом он намекнул на подлинную оценку того, что происходит, об этом в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok